Плоды льстивых внушений и коварства оказались непрочными для сего властолюбивого князя. Бела, король венгерский, не уступая ему в коварстве, осыпал Владимира ласками, дружескими уверениями и немедленно выступил к Галичу со всеми силами, чтобы смирить мятежных подданных, как говорил он, и возвратить престол изгнаннику. Давно короли венгерские, быв и друзьями и приятелями мужественных умных князей Галецких от Василька до Ярослава, завидовали их в стране плодоносной, богатой также минералами и в особенности солью, которая издревле шла в Южную Россию и в соседние земли. Бела обрадовался случаю присоединить такую важную область к Венгрии. Еще роман не утвердился на новом престоле, многие граждане-верьможи ему недоброходствовали, ибо опасались его крутого нрава и гордого самовластия. Сведав, что венгры сходят с гор Карпатских, он успел только захватить казну и выехал из Галича с боярами, ему преданными. Король без сопротивления вошел в столицу. Уже Владимир, изъявляя благодарность добрым союзникам, думал, что они могут идти обратно, но вероломный Бела вдруг объявил своего сына Андрея, королем Галецким, в согласие легкомысленных бояр, обольщенных его уверениями, что Андрей будет царствовать по их уставам и воле. Всего недовольна, Бела, отняв у Владимира и сокровища и свободу, возвратился с ним в Венгрию как с пленником. Коварство Беллы торжествовало, Романова было наказано, сей князь, отправляясь господствовать в Галиче, уступил всю область Волынскую брату, Всеволоду Мстиславичу Бельскому, который уже не хотел впустить его в город Владимир, затворил ворота и сказал «Я здесь князь, а не ты». Изумленный Роман, лишаясь таким образом и приобретенной, и наследственной области, искал защиты у Рюрика и Ляхов. Первый был ему тестем, а государь польский, Казимир Справедливый, дядю по матери. Брат Казимиров, Мячеслав Старый, без успеха приступал к Владимиру, желая возвратить сей город любимому ими племяннику. Без успеха также ходил Роман с дружиной тестя в землю Галицкую. Жители и венгры отразили его. Наконец, Рюрик угрозами принудил Всеволоду Мстиславича отдать Владимирское княжение старшему брату. 1189 год. Князья наши не думали вступиться за несчастного Владимира Галицкого, посаженного королем Белую в каменную башню. Но с прискорбием видели и на племенников господами прекраснейшей из областей российских. Между тем, хитрый Белла, имея дружелюбные сношения Святославом Киевским, старался уверить его в своем бескорыстии и даже обещал со временем отдать ему Галич. А Святослав, вопреки условиям тесного союза, заключенного им с Рюриком, тайно послал одного из сыновей к королю для переговоров. Рюрик сведал и досадовал. Приняв совет митрополита, они согласились было изгнать венгров из Галича, но Святослав, уступая Рюрику сие княжение, требовал овруча, Белогорода и всех других областей Днепровских. Рюрик не хотел того, и Галич остался за венграми, впрочем, ненадолго. Сын князя Иоанна Берладника, умершего в Фессалоннике, двоюродный племянник Ярослава Галичского именем Ростислав, подобно отцу, скитался из земли в землю и нашел пристанище в Смоленске. Он имел друзей в Отечестве, где народ, неохотно повинуясь иноземным властителям и некоторые бояре, желали видеть его на престоле. По согласию с ними Ростислав, уехав от Давида Смоленского с малым числом воинов, явился пред стенами Галича в надежде, что все граждане к нему присоединятся. Но Андрей оградил себя полками венгерскими, взял с жителей волею и неволею присягу верности и вообще такие меры, что сын Берладников вместо друзей встретил там одних врагов многочисленных. Видя неудачу, измену или робость Галичан, Ростислав не думал спасаться бегством, сказав дружине, лучше умереть в своем Отечестве, нежели скитаться по чужим землям. Предаю суду Божию тех, которые меня обманули. И бросился в середину неприятелей. Тяжело раненый, он упал с коня и был привезен в столицу, где народ, тронутый его жалостную судьбою, хотел возвратить ему свободу. Чтобы утешить мятеж, венгры, как сказано в летописи, приложили смертное зелье к язве Ростислава. И сей несчастный князь, достойный лучшей доли, скончался, имев только время удостовериться в народной к нему любви. А граждане, изъявив онную, раздражили своего короля. Правление Андреева, да то ли благоразумное, снисходительное, обратилось в насилие. Венгры мстили галичанам, как изменникам, нагло и неистово. Отнимали жену супругов, ставили коней в домы боярские, в самые церкви, позволяли себе всякого рода злодейства. Народ вопил с нетерпением, ожидая случая избавиться от ига. Он представился. Владимир Галицкий, заключенный с женой и с детьми у короля Венгерского, нашел способ уйти, изрезал шатер, поставленный для него в башне. Свил из холста веревки, спустился по онам вниз и бежал к немецкому императору Фредерику Барбаруси. Так сын Ярослава Великого искал некогда покровительство императора Генрика IV. Но привез сокровища в Германию, а Владимир мог только обещать и действительно вызвался ежегодно платить Фредерику 2000 гривен серебра, будя его содействием, отнимет Галич у венгров. Император, неизвестно каким образом, знал великого князя Суздальского и весьма ласково принял Владимира, слыша, что он сын Всеволодовой сестры. Хотя занятый тогда важным намерением ротоборствовать в Палестине с героем Востока с Аладдином, Фредерик не мог послать войско к берегам Днестра, однако ждал Владимиру письмо к Казимиру Справедливому, которое имело счастливое для изгнанника действие. Ибо сей монарх польский, завидуя венграм в приобретении земли Галецкой и ведая, сколь их господство противно ее жителям, не отказался от предлагаемой ему чести быть покровителем несчастного князя, вероломно обманутого Белую. Надеялся на галичан и не обманулся. Быв недовольны правлением Владимировым, они еще гораздо более ненавидели венгров, и когда услышали, что сей князь, своеводую краковским знаменитым Николаем, идет к их границам, то все единодушно восстали, изгнали Андрея и встретили Владимира с радостью, а Белле остался стыд и титул короля Галецкого. С 1190 года употребляемый в его грамотах. Еще не миновались опасности для Владимира. Худо веря бескорыстию поляков, боясь венгров, романа Волынского и собственного народа, он прибегнул к дяде, великому князю, не хотев дотоле искать в нем милости, смиренно винился, обещал исправиться и писал к нему «Будь моим отцом и государем, я Божий и твой со всем Галичем, желаю тебе повиноваться, но только тебе одному». Сия покровительство, согласное с долгом родства, было лестно и для гордости Всеволода, который, взяв он и на себя, известил о том всех князей российских и Казимира, после чего Владимир мог безопасно господствовать до самой смерти. Чтимый внутри и вне России, Всеволод хотел искреннего взаимного дружелюбия князей и старался утвердить оное новым свойством, выдав дочь свою за племянника Святославова, другую именем Верхуслава, за Рюриковича, мужественного Ростислава, а сына своего Константина, еще десятилетнего, женив на внучке умершего Романа Смоленского. Юность лет не препятствовала брачным союзам, коих требовала польза государственная. Верхуслава также едва вступила в возраст от Раковицы, когда родители послали ее к жениху в Белгород. Сия свадьба была одной из великолепнейших, о коих упоминается в наших древних летописях. За невестую приезжали Владимир, Шурин Рюриков, Глеб Туровский и знатнейшие бояре с супругами, щедро одаренные Всеволодом. Отменно любя Верхуславу, отец и мать дали ей множество золота и серебра, сами проводили милую осьмилетнюю дочь до третьего стана и со слезами поручили сыну Всеволодовой сестры, который должен был вместе с первыми боярами суздальскими вести невесту. В Белогороде епископ Максим совершал обряд венчания, и более двадцати князей пировали на свадьбе. Рюрик, следуя древнему обычаю, в знак любви отдал снохе город Брагин. Сей князь, тесть Игорева сына, жил в мире со всеми Ольговичами и в случае споров о границах или уделах, прибегал к посредству Всеволодову. Так Святослав в 1190 году желал присвоить себе часть смоленских владений, но Рюрик и Давид вместе с великим князем обезоружили его, представляя, что он взял Киев с условием не требовать ничего более и забыть споры, бывшие при великом князе Ростиславе. Что ему остается, или исполнить договор, или начать войну? Святослав дал им слово впредь не нарушать мира и сдержал оное, довольный честью первенства между князьями Южной России. Уступив Чернигов брату Ярославу Всеволодовичу, а Рюрику знатную часть Киевской области, не имея ни Переславля, ни Волыни, он не мог равняться силою с древними великими князьями, но подобно им им именовался великим и восстановил независимость Киева. Всеволод Георгиевич уважал в Святославе опытного старца. Власы седые были тогда правом на почтение людей. Предвидя его близкую кончину, удерживал до времени свое властолюбие и терпел некоторую зависимость могущественной области Суздальской от Киева по делам церковным. Вместе с народом или знаменитыми гражданами, избирая епископов для Ростова, Суздаля, Владимира, но посылая их ставиться к митрополиту Никифору, преемнику Константинову. Он всегда отправлял послов и к Святославу, требуя на то его княжеского соизволения, ибо власть духовная была тесно связана с гражданскую, и митрополит действовал согласно желаниям государя. Никифор хотел нарушить сей устав в России, самовластно посвятив епископы Суздалю одного грека. Но Всеволод не принял его, и митрополит поставил онова, назначенного великим князем и одобренного Святославом. Между тем, желая приближиться к древней столице, Всеволод возобновил город Остер, разрушенный Изяславом Стеславичем. Тиун Суздальский приехал туда властвовать именем князя. Южный Переславль также зависел от Всеволода, который отдал его по смерти Владимира Глебовича другому племяннику Ярославу Стеславичу. Вся Украина, по словам летописца, оплакала сего мужественного Владимира, ужасного для половцев, доброго, бескорыстного, любившего дружину и любимого ею. Когда почти вся Россия наслаждалась тишиною, Смоленская и Новогородская область представляют нам ужасы мятежа и картину воинской деятельности. Давид Ростиславич, господствуя в Смоленске, не был любим народом. Не имея твердых государственных законов, основанных на опыте веков, князья и подданные в нашем Древнем Отечестве часто действовали по внушению страстей. Сила казалась справедливостью. Иногда государь, могущественный усердием и мечами дружины, угнетал народ. Иногда народ презирал волю государя слабого. Неясность взаимных прав служила поводом к мятежам. И смоляне, однажды изгнав князя, хотели и вторично утвердить народную власть таким же делом. Но Давид был смел, решителен, не уступил гражданам и не жалел их крови, казнил многих и восстановил порядок.